Инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. Если собеседника не было, если там есть Генгин, то другой собеседник не раздавал более свободен. Я приветствую наших зрителей. Сегодня понедельник. В эфире очередной выпуск с программы «Доживем до понедельника». Григорий Гельфер, Евгений Гендин и Елена Кальянова. Добрый вечер. Всем добрый вечер, коллеги. Мы в студии, работаем в прямом эфире. Добрый вечер. 370-3101. Вы уже знаете, наверное, наш телефон. Он работает в течение прямого эфира. Ждем, очень ждем ваших звонков с вопросами, с реакцией на наши темы. Телефон телефоном, но ни один телефон не перебьет такое средство взаимодействия ведущих с народом, как Facebook, онлайн. Пишите, комментируйте, задавайте вопросы, мы ответим в режиме прямого эфира на наши страницы. Пока сегодня не написали. В прошлый раз писали, сейчас не написали. «Я думаю, что, наверное, начнем все-таки с такой горячей новости, которая пришла из Санкт-Петербурга. Там произошел взрыв метро. Погибло, по некоторым сведениям, около 10 человек, 50 пострадавших. И, в общем-то, там официальные лица, в частности, там Озеров, это руководитель парламентского комитета по безопасности, говорить, что это теракт, и, в принципе, следы ведут в сопредельные государства. Ну, какие сопредельные государства мы... Россия страна большая, сопредельных государств много. Это, безусловно, трагедия. Но это явно не Белоруссия. Ну, да, наверное. Ну, тем не менее, это, в общем, действительно какой-то, может быть, даже такой поворотный момент в сложившейся ситуации. Дай Бог, чтобы... Дай Бог, чтобы не было жертв, чтобы больше жертв не было. И, ну, я думаю, что волна, конечно, и заявления об Украине будут. Вот, и коммерсант уже пишет о том, что след ведет в ближнее зарубежье. Ну, догадываемся, пока нет. Ну, они сейчас много будут чего писать, даже у них по количеству жертв, пока Полтавченко губернатор сказал, что 10. Другие источники тоже, да, селых 12 называют. Нет, сейчас официально Следственный комитет 9 назвал, но там есть фрагменты еще тел. Там, к сожалению, явно и так, конечно, да. Пока все какие-то вещи на площади восстания взрывного устройства вроде бы не подтвердились. Аэропорт Пулково не перекрыли. Ну, да, тут же ситуация, это не Моторола, это не Гиви, это не Гиркин, это даже не Путин. Украинские националисты могут. Да, нет, я имею в виду испогибшие, поэтому, условно говоря, мы спорили, когда, ну, там, у меня кощунство, не кощунство, но не вызвало негатива, допустим, уход в Волгалу, там, Моторола или кого-то. То есть здесь, в данной ситуации, это, как бы, мирные люди, это теракт. Ну, такая, ну, не такая, но вот история со взрывами на Каширском шоссе. Протестовать им сложнее сейчас будет. Со взрывами на Каширском шоссе, она, в общем-то, как бы, похожий почерк. Не буду делать никаких выводов, просто, если напрашиваются сами. Да. У нас вот в городе немножко так порадостнее новости есть. У нас есть на прошлой неделе решение хозяйственного суда Днепропетровской области. Они удовлетворили иск фонда государственного имущества Украины о разрыве договора купли-продажи пакета акций Днеправе, авиакомпании Днеправе. Там 94, там еще, там проценты. Их обратно в собственность державы. Ну, то есть, иными словами, это национализация. Пока еще, вот, я бы не стала говорить о том, что предприятие вернется в коммунальную собственность, хотя уже в Горсовете говорят, что есть проект решения, и там планируют создавать коммунальное предприятие и очень сильно его там развивать. Вот, в компании заявили о том, что решение суда первой инстанции уже вступило в силу, но собираются его, естественно, считают его противоправным, собираются его оскарживать. Ну, ждем результатов. Я просто хочу добавить, что Геннадий Корбан в фейсбуке написал, ну, что это неправильно, несправедливо, потому что в момент очень тяжелый для Украины, значит, владелец компании Игорь Коломойский очень много помогал, и авиации, и так далее, и это все правда. Ну, просто есть же какие-то критерии, ну, немножко другие, да, там, за год, вот, с 16-й на 17% уменьшилось количество... Мы вообще никуда не летаем. Да, и там, скажем, полететь из Запорожья в Киев в два или в три раза дешевле. Нет, ну, на дворе, на дворе все-таки, безусловно, 2014 год был, его нельзя забывать, но на дворе 2017 год, поэтому всех тонкостей и перипетий не знаем, мы видим факт, что, в принципе, проблема это достаточно тяжелая, кровавая, нервная и позорная, вот, как бы, действительно, с нашим аэропортом, и эта проблема есть, и с аэропортом, я надеюсь, она... Не можем на джазовый фестиваль всех за раз. Сделайте нам, закройте нам окно в Европу. Да, джазовый фестиваль, к сожалению, вот сейчас приорганизации мы в прошлом году, и в этом году с этим столкнулись, с нашими аэрозадворками Украины. Не долетели, да? Да, перед тем, как продолжу транспортную тему, потому что событие, на мой взгляд, тоже достаточно цивилизационное с Uber-ом произошло, тут вот есть новые новости, российские средства массовой информации, это сейчас опубликовали фото в несколько центральных каналов, предполагаемого. Уже, да? Да, ну, это человек, в общем-то, скажем так, Кавказ, на фото, вот, просматривается человек Кавказской, такой бородатый, в общем-то, не похож. Может, скажут, что-то вуйко, если захидная Украина. Вот, и все-таки подтверждают, что на площади Восстания безврежено, вот, официально, что безврежено самодельное взрывное устройство. Днепр, перейдем к нашим делам. События, приход Uber-а, это четвертый украинский город после Киева-Одессы. Львова, вот, да, что такое Uber, может быть, не все знают, коротко, это сервис онлайн-вызова автомобилей, такси. Uber-это сверх, помните, Uber-Менш, Ницше, то есть это Ницше-такси такое, супер-такси, как его называют на английский лад в Штатах. Uber-это сверх 73 страны, более 500, в мире более 500 городов, где Uber-это американская в Сан-Франциске компания, есть противоречивые всякие, но он шагает по планете достаточно успешно. То есть это мобильное, в двух словах, мобильное приложение, которое можно скачивать свободно, пассажир вводит адрес поездки, система автоматически определяет, где он, при этом они гарантируют, что личные данные защищены, и заказчик может отслеживать движение, как машинка к вам едет. То есть нету этой СМС или звонка, желтый Део. Ну как в Яндексе тоже так же было, в общем-то это не сильно. Сотрудничать могут таксисты, только которые придерживаются правил. То есть автомобиль, насколько я там знаю, не старше 2008 года, страховой полис должен быть, лицензия на перевозки, и сервис забирает от 20 до 25 процентов, остальное драйвер у водителя идет. Городу выгода то, что поступление от налогов, которые платят оператора. Ну и людям легче ездить, у них настроение лучше. Цифры самое главное, то, что может волновать людей. Минимальная стоимость 14 гривен, это Uber в Днепре, потому что там отличается. В Днепре 14 гривен, подача 6 гривен, и за каждый километр 4 гривны. И вот люди, которые уже ездили, у меня много знакомых, где-то были сбои, как всегда в начале бывают, но очень довольны. Вот я просто один из самых популярных для меня маршрутов, часто, которым я ездил. Вот оперный Гагарина до телевизионной, сейчас это 50+, это 55-57 гривен, Uber это 30 гривен. От железнодорожного вокзала к каравану до 50 гривен, тогда как надо отдать было 80-90. Просто карточкой и наличными. Разные мнения, особенно у таксистов, но у таксистов, ну понятно, они не могут быть, забастовки же были в Париже, обвиняют в недобросовестной конкуренции, там, демпинг и так далее. И даже то, что это приложение крадет из андроида на ваших устройствах данные, ну это не подтверждено. Ну посмотрим, в мире он идет уверенно. Кстати, есть услуги у Uber, в Бразилии уже вертолет есть Uber, в каких-то странах пиццу доставляют, каких-то есть уже... Эти самые катера, по-моему, через Баскору. Да, есть даже такая услуга во многих странах, как подбор пассажир-попутчиков по дороге и разделение стоимости. Да, я лично очень рада. Все происходит. И последнее про Uber, я скажу, что вот они собираются, кстати, 500 миллионов вложить долларов в свои карты, отказаться от Google Maps, потому что и положиться на мнение водителей, на учет местной специфики, потому что могут, условно говоря, можно в Кайдаке через Амур заехать, а можно в какой-то другой... Короткий путь, чтобы сэкономить деньги. Посмотрим. Посмотрим. В любом случае, это некий, все равно, цивилизационный приход, хотя... Это замечательно. Один вопрос, зачем нам муниципальное такси, которое анонсировали? Так его вроде же не будет. Вроде да, слава богу, потому что я спрашивала у Лысенко в эфире, ну он, я понимаю, что не его тема, он сказал, я тоже не знаю. Не, ну они взрывать пару собирались, но много творческие люди, у них много идей, так что... Ну и потом еще тоже, да, вот ты говоришь, посмотрим, у нас такое свойство есть в Украине. Uber это прекрасно, я знаю, я в Америке вот пользовалась, да, это прекрасный сервис. То есть, дай бог, чтобы сохранился, потому что у нас есть такая особенность, вот все адаптировать на свой лад, очень быстро. Яндекс.Текси тоже поездили на классных машинах, потом спустились до совершенно там обычных и ничем не... и цены ничем не отличаются уже, да? Давайте верить. Давайте верить, да, потому что цены действительно хорошие, чтобы они нас, а не мы их, да, вот адаптировали. Весна, это же период, когда надо верить, вот, и тем более это такое обострение с налоговыми декларациями, то есть надо заполнять налоговые декларации. Вторая волна. Да, вторая. Я несколько раз пытался, пока не знаю, там, как моя последняя попытка, ну, по-видимому, удачно, но на самом деле там... А вы должны тоже, да? Да, да, да. А телезрители помнят же, что ты депутат городского совета, а не просто так развлекаешься, заполняя декларацию. Ну, кто-то им напомнишь. Я просто хочу сказать, что вот по кругу этого Национального агентства противодействия коррупции, там сейчас развернулась очень такая серьезная, ну, баталия, потому что ее, там, Наталья Корчак есть такая, она председатель, ее упрекают, потому что она там свой ресурс выбрала и исчерпала, потому что эта система ничего там не работает, она все время сбоит, она все время... Ну, 100 миллионов Дубелит за 7 пообещал, ты переделай, это младший Дубелит. Короче говоря, ну, просто вот плохо, она судится с этим системным администратором, в общем, короче говоря, в общем, не удается стране заполнить налоговые декларации. Добрально, вот ты сказала, Дима Дубелит, он сказал, что я... Гроссман говорит, вам там 27 миллионов мало, мы дадим 50, мы дадим 100... Нет, ну, да, потом он сказал 100, но он торгуется тоже, да. Что там можно сделать за 100? Да, Дубелит, Дима сказал, что можем сделать там за 7 миллионов, все, что сверху, я, значит, добавлю от себя. Ну, значит... Ну, прислушались бы, а вот, как бы наши, ну, а потом куда же деньги? Вот, поэтому, на самом деле, очень со скрипом идет это декларирование, ну, вот уже сейчас начали исследовать декларации Гройсмана и Порошенко. Сравнивать с предыдущими, да? Да, а у Трампа, у дочери Трампа и зятей вот заполнили 740 миллионов долларов у них за декларированные деньги. Это же они еще не были советниками папы своего президента. Ну, да, 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 вот они еще не электронные, они просто какие-то там свои отсталые американские декларации заполнили, вот у них такие суммы. Ну, я скажу, вот сейчас будет много вот таких шокирующих данных, вот как в ту первую волну, да, вот эти суммы все. Ну, у меня больше всего вот данные по министру обороны воюющей страны поразили. Ну, 539 тысяч гривен зарплаты, 335 тысяч гривен, 42 тысячи долларов налички, 665 тысяч гривен в банках. Это за 2016 год, помните, мы в это время, война продолжается в Украине. Ну, и жена там тоже 1 миллион гривен дома, 73 тысячи долларов наличкой, 500 тысяч гривен в банке, ну, недвижимость, не буду все перечислять. Все, что нажито, не по сильным трудам. Опять-таки, вот априори, министр не может обогащаться в то время, когда идет война в стране. Ну, это так, информация для размышления для меня печальная. Я вот смотрю сейчас в прямом эфире, сейчас же у Фейсбука есть функция, где в опасных точках, где или война, или произошел теракт, люди могут сообщить, что они находятся в безопасности. Вот несколько все-таки оставшихся вменяемых людей из Питера, тут как бы сообщает Фейсбук, что они в безопасности. В частности, Андрей Кондаков, наш земляк, джазмен известный, который, надеюсь, в июле успешно привезет свой новый состав на джаз-фестиваль. В новый аэропорт, да? Вот, что касается, да, в новый аэропорт, будем надеть, и на Убере мы его встретим, и через новый мост, отремонтированный, в июле. Об этом поговорим, там, может быть, уже... И на канатной дороге покатаемся, на трех. Лишь бы не на канатную больницу. Значит, я не знаю, будет ли, заполняла ли декларация Гонтарева, но ключевая, как бы, сегура, как бы, нет. Есть Гонтарева декларация, все-таки она не успела уйти в отставку, и вопрос уйдет, не идет. Сейчас тоже вокруг этого она сама туманно пускает. Вот, кто знает, это Ирина Луценко, она заявила, что, я считаю, что тот фронт работ, который она на себя взвалила, она выполнила, поэтому написала заяву. То есть Луценко, Ирина, сказала, что Гонтарева написала заяву в отставку, а НБО спростувало это. Она пишет, что пресс-службами подтверждают информацию, еще до отставки головы НБО Валерии Гонтарева. Как вы знаете, НБО традиционно за месяц поведомляет про майбутные змины у склада правления. Наразе все члены правления працевают за планом, маят сильный график работы. Ну, туманно уж подпустила сама Гонтарева, перед этим у нее было большое интервью. Она уже года пола ходит. Да, что выполнила задание, ну, типа, Гешталь закрыла. Вот, про новое назначение не думает, хочет отдохнуть. Поэтому, когда придет час оставить пост, когда, вот она не сказала, будет отдыхать с семьей. А про преемника, она сказала, что уверена, что это будет действительно достойный номинант, профи, банкир, технократ, и точно подчеркнула не политик. Кто говорит, что предлагала несколько кандидатов. А если у нас вообще в стране такие... А с какой радости она предлагает вообще? А почему, я не понял, это нормально, если она... Поддержала этот фронт, а теперь она должна... Как бы ни говорили, но она же специалист же все-таки. Ну, что значит, она... Это же дело президента и Верховная Рада нашей почты согласится. Ну, вот разные мнения по поводу специалиста в этой должности есть. Она считает, и некоторые считают, что она выполнила, а говорят, что... Смотря какое задание получает специалист. Она считает, что она очистила банковскую систему, а вот все остальное... Я не знаю, специалист, не знаю. Патролить Гонтреву как бы легко, но это... Ну, как легко, смотри, показатели. Доллар, она приходила, она пришла, доллар был 12, 12,5, если не изменяет память. Это важно, важно. Кредиты. Какие-то макроэкономические... Кредиты. Ее задачей было... Обставили ей задачей такого кредитования, наконец, запустить. Ну, зато государство я разбогатила, получила целый выдающийся банк. Нет, ну, то, что там от банков, как бы... Да, ну, там сейчас НАБУ, НАБУ же, да, проверяет. И говорят, что курс доллара немножечко подупал. Говорят, может быть, они еще там побольше попроверяют. Может, он давай смею пойдет? Ну, когда они выходят из этого здания, курс доллара опять поднимается. Нет, ну, там несущественно, да, но немножечко он... Сразу после проверки он стал... Ну, я думаю, что сейчас Верховная Рада больше будет уделять внимание всем этим назначениям, потому что по предложению Андрея Порубия, значит, решили отменить перерывы Верховной Раде, вот, который был с 12 до 12.30, и работать без перерыва. То есть я понимаю, что до 12 люди еще как-то сидели, а потом, значит, все там и уходили. Вот, а сейчас будет жестко, то есть, значит... На износ. На износ, да, потому что перед страной стоят очень важные задачи. Вот, просто Гройсман, он сказал... Это Порубий так считает? Нет, это Гройсман. Ну, они вместе как-то там считают, но каждый считает свое. Вот, я просто хотел... У каждого свои дефекты. Да, вот, Гройсман сказал, что до 2020 года вот пять главных направлений, которые для Украины нужно сделать. Они все такие новые, такие свежие. Это на Лондон, на Рим, а, это аэропорт. Да, это нет. Вот экономический рост, эффективность управления, развитие человеческого потенциала, верховенства права и борьба с коррупцией, и безопасность и охрана. А мне нравится, хорошее направление. Да, это супер, и главное, они навсегда, но пока до 2020 года. Дай бог, что бесперерывная Верховная Рада будет содействовать. А Гройсмана могут, кстати, в отставку отправить. Ну, может, они не останутся. У него же срок заканчивается, вот этот его год, да, 14 апреля будет год, и там не факт, что он не знает. Я тебе скажу, что и мы в этой передаче не вечны, кого-то в отставку знает, не меня, но кого-то могут. Ты вот, кстати, говорила в Фейсбуке хорошие слова, да, нравится тебе. Я тут почитала статью одной украинской журналистки, она отметила такую тенденцию, что сегодня в сеть приходит очень много бизнесменов. Они там писать учатся, чуть ли не на курсы писательского мастерства идут, компании очень многие, да, представлены. Они же не умеют писать, а сейчас вот учатся писать. Они стали бизнесменами, а теперь учатся писать. Ну, а знаете для чего? Ну, вот сейчас уже используют там Фейсбук и те связи, которые есть на Фейсбуке, там для защиты. Ну, не только для продвижения себя и там для продажи своих услуг, а для защиты от кого-то. Я, кстати, на днях тоже силу Фейсбука использовала, я не знаю, не пользуйтесь услугами компании Укртелеком. У меня дома был интернет и телефон, ну, важнее интернет, там вырезали кабель. И, естественно, сроки, которые обещала компания по вот этой чудесной горячей линии, где там, где сидят такие дети-роботы, ничего не понимающие, читающие там написанные им тексты, как надо отвечать. Ваш звонок очень важен. Да, да, вот типа такого, да, спасибо. А вырезали кабель? Ну, вот сейчас не обещали, ничего не починили. Вот как быть? Интернет сегодня необходимый. Я вот на Фейсбуке там просила людей, сталкивались ли, как вот репутация. Вот говорят, что годами не чинят ничего Укртелеком, обещают, не чинят, счета шлют потом постоянно, причем там даже чуть ли не коллектором продают уже эти счета. Сила Фейсбука. И в этом вот помогает. Таки да. И я сделала вывод, что нужно отказываться. А как ты в Фейсбуке уходишь, если у тебя не работает интернет? Ну, у меня есть телефон, интернет. Я ради этого. На работе есть интернет. Ну, смотрите, друзья, на самом деле же это проблема, потому что, условно говоря, хорошо, что Кальянова довольно красивая, довольно влиятельная, особая в цветах. Я просто к друзьям обратилась. В цветах правого сектора. Вот красный, черный. Ну, хорошо, назовем это Стендаль. Это ваши фанаты вот там вот сейчас обязательно отмельсят. А как, ну, действительно, когда сталкиваешься вот с такими делами, не дай бог, с медициной или с этим, ну, ладно, это уже, это пропасть. Туда уходить мы не будем. О хорошем, значит, я же каждой передаче сериал «Мост». Есть скандинавский, есть американский, есть наш. Я сообщаю, какие новости в каждой передаче сериал. О зраде, хочу сказать. В начале мы начинали с того, что говорили о том, что планируют на три месяца перекрывать мост. Потом, значит, что может быть на два месяца. И вот вообще уже наглость, до чего дошли городские власти. В фейсбуке Михаил Лысенко написал, сегодня совместно с проектировщиками и подрядной организацией найдено инженерное решение о сокращении полного перекрытия моста номер два, то бишь, с трех месяцев до двух недель. Зрада должна продолжаться, всем счастье. Я его, кстати, пытал в начале, Миша, какое решение. Какое же интересно, какое инженерное решение. Он не кололся, потому что, может быть, это Нобелевка. Сегодня я его все-таки случайно встретил, поймал. И самое бедное, что он мне рассказал, что что, какой инженерный, там про плиты что-то. А я в суете, я забыл. Там с плитами что-то связано. Ну, короче, я в следующий раз расскажу. Правда, люди начали тут же, вот, ныли же, ой, долго, мы парализуем город. Они же, те же люди начали ныть, ой, что-то быстро, ой, тяп-ляп, не бой, сделают, не спешите и так далее. Был вопрос, что при бетонировании нужно время, чтобы бетон должен набрать прочность. Но Лысенко сказал, что работы к этому времени бетонные будут закончены для схватывания бетона два месяца. Будем делать отдельно по каждой полосе. То есть я подозреваю, что на следующей передаче мы уже скажем, что на полчаса перекроют летом новый мост. Мне еще понравилось, там было обвинение. Да, конечно, ремонт отменили, бабки украли, Лысенко со свойственным таким живым чувством. Все концы в воду. Он написал, да, конечно, обоями заклеим мост, мафы поставим там, газовые заправки поставим. Я уверен, что найдутся люди, которые серьезно отнесутся к ним с вами. Это он тоже на Фейсбуке написал? Насчет обоями в комментариях. Я хочу сказать, что спонсор, информационный спонсор сегодняшней программы это Фейсбук. Ну, правда, он же и сливной бачок, но в любом случае, если бонс будет перекроют две недели, и при этом все качество, я думаю, что они отвечают все-таки. Для базара печально? Ну, конечно. Посмотрим, Женечка. Фейсбук принес, ну, и такую печальную новость. Значит, умер Евгений Ихтушенко 1 апреля. Ну, на мой взгляд, ну, это последний, да, из поколения шестидесятников. Это выдающийся поэт, в общем, с сложной, противоречивой судьбой, но, безусловно, ну, оказавший огромное влияние на мое поколение. Я думаю, что не только на мое поколение, то есть человек, который, ну, вот, я просто хочу вспомнить его стихи, которые он написал в 1968 году. Они сегодня будут, наверное. Танки идут по Праге в затканной крови рассвета, танки идут по правде, которая не газета. Танки идут по соблазнам жить не во власти штампов, танки идут по солдатам, сидящих внутри этих танков. «Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомкам только с единственной просьбой. Пусть надо мной без рыданий, просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге». То есть это было в Праге, но я думаю, что эти стихи, они созвучны и сегодняшнему времени. Большой поэт, светлая ему память. Да, да, действительно. Жизнь продолжается все-таки, да. И я тут впечатленная по этой декларации, мы упомянули, о них немножко полистала имеющиеся вакансии, чтобы вот что-то надо делать с доходами. Почитала, полистала вакансии. Есть, она очень интересная, но мы не поменять ли работу. Королева Великобритании, Елизавета, она жива еще, если помните. Она всегда жива. Она ищет человека на работе, который будет следить за состоянием штор, занавесок, мягкой мебели и подушек в ее дворце. Нужно будет взбивать королевские подушки. Прикольная работа, правда же? Она не глухая. Около 22 тысяч фунтов в год зарплата. Сколько бы ты заплатила, чтобы я тебе, моя королева, взбивал бы подушек? Послушай, 22 тысячи фунтов в год зарплата, это там почти около 2 тысяч фунтов в месяц. Это 700 тысяч гривен в год. Ну, ничего. За взбивание подушек. За взбивание подушек. Нет, говорят, что очень сложно, потому что там тысячи комнат во дворце. И там очень прискиплыво будут проверять. А подтыкатели простыней там не нужны? Горошины подкладывать опять-таки надо. Проверять. Ну, хорошо. Работы с мечтой, что всякие нужны, всякие почетные. Ну, в конце концов, на старости лет можно пойти к королеве подтыкать. Старые там не нужны. Объявлен конкурс, да, там какие-то. Вот это такая вакансия. Есть там требования какие-то, там образование, знание языка. Нужно вот там определенный уровень доверия. Важные статьи. Ну, это тогда нереально. Переходим, да. Это не для нас. От моей работы будущее переходим к культуре. Да, я хочу сказать, нет, не культура, а бабах я хотел. У нас 5 минут осталось. А бабах. А бабах? Я хотел о половинских бабах сказать. Вот в 90-м там произошел, это все-таки уникальный случай. В селе, в Павлоградском районе, села Укоховка, лежала в сорняках баба. Каменная ее нашли, скифская знаменитая, беля сельского сортира. Может, это мужик, оно без головы было. Оказался мужик. Местный житель увидел, не пересообщил, что такое археологи из исторического музея, молодые, за день собрали деньги на манипулятор, вот, чтобы привезти, поехали, и туда она провалялась 25 лет, а все стали, перекрыли дорогу, вызвали своих ментов сельских, вызвали прицед головы и так далее. Нам баба, мол, нужна, не пустим бабу. Да, годами валялась, расслаивалась от влажности и перепадов. Молодой археолог, вот давайте посмотрим на его реакцию. Он просто, у него аж руки дрожали. Мы можем это видео посмотреть, когда увидели такую находку? Ось, руки трусятся. Это, ну, уявите себе, цей статуи тысяча, тысяча роков. Что она только могла побачить, это знает только он сам. Такие статуи встанавливали на курганах, на родовых могильниках. Он размежевывает земное житие и небесное. Ну, баба оказалась мужиком, это воин половецкий, вот, 800 лет, полтонны. В общем-то, в итоге все-таки она уже, он уже в музее. Я думаю, что хороший мужик на дороге не валяется, тем более на помойке. Это космогоничное, между прочим, существо между жизнью и смертью, кипчаков, вот этих вот половцев. Ну, баба поменяла просто пол. Баба поменяла пол. Пол Полецкий. Я хочу сказать уже коротко достаточно, что 7 апреля у нас Лига Смеха, фестиваль Днепровской Лиги Смеха будет в аэрокосмическом центре. Приедет много команд из разных городов. Я думаю, что будет впечатляющее шоу. Всех ждем. Да, а вот вы помните Притулу, да? Говорят, что там ноги растут у него. Ну, конечно, команда, он два года приезжали играть, он всегда звонит, когда приезжает. Привет вам от него, у нас есть такой привет, да, покажите нам, пожалуйста. Так, я могу передать вам конверт. Это... Сибирская, я знаю. Это из программы ДЖП, там працюють Генген и Гибб. И то, и то. Да, и у нас на канале есть такой программ. Он имел русский футбич с разными... Снимаем эти программы. Нора на море. Живо. На море, да, да. Так что, это вам есть программа ДЖП. 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 Понимаете, это же Гомардиндина, ДЖП придумать. Как? Живем до понедельника. Передайте. Передайте. И Генгену, и Генгену. Работа, и Генгену. На днюю. Я. А, ау. Да. Спасибо. Ну, кто не понял, ДЖП, это наша программа, да? А это притулы. Мало того, что притулы мы сделали звездой лет 10 назад, мы еще и футболкой. И футболкой ему подарили. Ладно, уже не жалей. Жалко, не боюсь вырваться. Как всегда, на культуру времени не хватает и денег. Вот я коротко скажу что-то. В следующий раз расскажу, что 5 апреля очень важное для Днепра событие в рамках программы «Культурная столица». 5 апреля в Музее Украинской живописи открытие выставки Матвея Вайсберга. Это один из ведущих вообще художников, он известен украинских во всем мире, невзирая на фамилию. У нас много таких художников. Причем два проекта. Предполагалось, вначале проект «Стена» — это революция достоинства глазами художника. Это уникальный проект, который был и в Берлине, и в Нью-Йорке, и в Париже, и вот в Украину. Сейчас у нас. И 32 полотна, это вот недавно выяснилось, еще к тому же с ним договорились, из цикла «Сцены из Танаха». Интерпретация библейских иллюстраций Ханса Гульбейна-младшего. Поэтому приглашаем с 5 апреля это выставка в Музее Украинской живописи. Такое не стоит пропускать, и я уверен, что вы не пропустите. Женя, спасибо. С вечной программы начнем с «Культура», обещаю. На сегодня все. К сожалению, наше время завершено. Спасибо за внимание. Доживем до следующего понедельника. Все будет хорошо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok